Должна быть ясная программа, как мы развиваем не просто нефтегазы, а вообще энергетику в целом, потому что они связаны. И опять же, я с учетом того, что сам был министром энергетики, у меня достаточно ясное понимание, как должна выглядеть электроэнергетика страны. А именно, если есть дефицит, он должен быть покрыт. Южная часть Казахстана, как я говорил ранее, нам нужно организовать экологическое производство электроэнергии, а именно ветровые станции, гидростанции, различные альтернативные способы получения электроэнергии. Это все на поверхности, это все делается в течение кратчайших нескольких лет. Поэтому энергетический сектор, скажем, в Казахстане очень просто и легко развивать. Вот при той численности населения, которая сейчас есть, даже с резервом до 30 миллионов, я вижу ясно, что нужно делать. Строительство небольших гидростанций, может быть больших, ветроустановок. И таким образом уйти полностью от дефицита электроэнергии, уйти от импорта. И второе, добиваться экологичности производства электроэнергии. Плюс экспорт. У нас крупнейшие потребители дефицитные. Собственно, сам Китай, Иран дефицитный, Турция дефицитная. Это просто строит крупные магистрали. И по дну Каспии можно. Вот сейчас Россия же голубой поток сделала. Электричество тоже так же можно сделать. Это быстрее, дешевле, легче. И поставлять электроэнергию Иран, в Турцию. И Казахстан обладает всеми возможностями для того, чтобы перерабатывая угли или построив ветроустановки, быть крупнейшим экспортером электроэнергии. Это готовый продукт. Это огромные рабочие места. Вот, собственно, по-крупному нефтегазовый сектор электроэнергетики, вот я представляю это так. И это, безусловно, грамотная тарифная политика. Что значит грамотная тарифная политика? Создание конкурентной среды. Потому что, если не будет конкуренции, тарифы будут все время расти у потребителя. На тепло, на электроэнергию. Они будут все время расти. Поэтому этот сектор должен стать полностью частным. И только конкуренция даст стабильные цены. Только конкуренция. Дело в том, что я сам Назарбаеву приносил эти проекты, когда избыточные регионы по производству электроэнергии в северной части могут поставлять электроэнергии Иран. Я сам, будучи министром, ездил, встречался с президентом Турции, с министром энергетики Турции. В Иране был. И показывал этот проект. Он недорого стоит. Для страны это вообще небольшие деньги. Не более 500 миллионов долларов США. И фактически у нас летом несколько тысяч мегаватт. А это станции стоимостью 4-5-6 миллиардов долларов. Они фактически эти мощности летнее время простаивают. И мы можем экспортировать летом, например, в Иран и Турцию. А у них летом жарко. Они огромное количество потребляют электроэнергии. А зимой у них тепло. Значит, получается, у них летом недостаток электроэнергии. Они импортируют. Зимой у них избыток. А у нас, наоборот, зимой дефицит. Зимой холодно, у нас не хватает мощностей. А летом избыток. Ну, это очень простой путь решения проблемы. Летом нужно экспортировать, а зимой просто получать обратно. Киловатт-час на киловатт-час. И тогда, даже не строя электрические станции, просто имея электрические провода высоковольтные, можно, в принципе, решить проблему дефицита электроэнергии, во-первых. Во-вторых, просто построить новую мощность, загрузить существующие мощности и действительно страну превратить в энергетическую державу. Это абсолютно реально. Что такое 500 миллионов долларов для Казахстана, когда фактически кардинально решается вопрос энергоснабжения, вообще структура энергопотребления страны? Ну, я сразу оговорился, сказал, что, безусловно, нужно решать вопросы и охраны окружающей среды. Существует масса технологий, которые эти проблемы решают. Просто у нас страна об этом не сильно заинтересована, потому что граждане не имеют возможности проявлять свою гражданскую позицию. Если три человека вышли с плакатиком, их сразу арестуют. А, соответственно, свободной стране, я думаю, что тысячи людей в Википостуде должны выходить и требовать, чтобы там ставили экологические фильтры или какие-то другие способы сохранения природы. Поэтому я считаю, что у нас гигантский потенциал превращения страны именно диверсифицирован энергопроизводством. То есть не просто нет качать, а именно нефтехимию сильно развить, именно электроэнергетику сильно развить. Потом резервов колоссальное количество. Редактор субтитров А.Семкин